Появилась идея запитать этот паяльник от Powerbank Используя USB с включенной функцией Quick Charge 3 Запускаем Powerbank Индикация есть, 5 вольт Запускаем 12 вольт Пошло, получаем рабочее устройство Привет всем, кому интересно, как получить с Quick Charge 3 12 вольт Которым он обладает, судя по документации Вот что у меня получилось в виде флешки С одной кнопкой У нас есть Powerbank, у нас есть устройство, которое питается от 12 вольт Вставляем наше изделие в порт USB Quick Charge 3 Запускаем Powerbank Запускаем 12 вольт Вуаля, устройство заработало Итак, интересно, как у меня получилось Смотрите дальше, расскажу Итак, история начинается с того, что я приобрел вот такой паяльник Который умеет работать от 12 вольт до 24 вольт При 12 вольт он выдает 18 ватт При 24-65 вольт Я убедился в том, что и на 12 вольтах можно с ним работать Зная, что у меня есть Powerbank с быстрой зарядкой Quick Charge 3 Который умеет давать 5 вольт, 9 и 12 Возникла идея запитать его от Powerbank'а И иметь с собой всегда портативный паяльник Но, когда я соединил провода от USB к коннектору Я подумал, что Quick Charge достаточно умный и отдаст сразу ему 12 вольт Не тут-то было, он выдавал всего лишь 5 вольт И мне стало очень интересно, как же все-таки получить из Quick Charge 3 12 вольт Порыв в русском интернете я ничего не нашел, кроме как триггеров, которые можно взять из Китая Но ждать я целый месяц не хотел Хотелось быстро, прямо сейчас, иметь портативный готовый паяльник, больше с ним не мучиться И хотелось упаковать это в красивую формочку с одной лишь кнопочкой Пересмотрев несколько раз это видео в разных его участках Посмотрев на схему, почитав документацию Было ясно, что на D-плюс надо вывести вольтаж в промежутке между 0,325 вольта до 2 вольт Не подав никакого питания на D- Выдержав промежуток 1 секунду и 25 миллисекунд Подать на контакт D- то же напряжение, что и подали на D-плюс Загуглив, я нашел инструкцию о том, что можно поделить напряжение с помощью резисторов Я упростил схему до двух резисторов и одной кнопки Под руку попался старый блок питания Методом анализа цветов на резисторах Я нашел нужный резистор, первый у меня попался 12 кОм Нужно было вычислить сколько, поставить Ом Чтобы получить диапазон при 5 вольтах и при 12 вольтах попасть между 0,325 до 2 вольт Если я ставлю 1,8 кОм и 12 кОм при 5 вольтах у меня получится 0,65 вольт А при 12 вольт получится 1,56 вольт Как раз то, что нам надо Схема подключения проста У USB есть контакт плюс, контакт минус, по которому заряжается устройство Общение происходит под D-плюс и D-плюс Припаял на прямую к ножке, одну так, другую так D-плюс получает постоянное напряжение изначально в 0,65 вольт D-плюс изначально ничего не получает, так как цепь разомкнута Для этого есть кнопка Изначально она выключена, нажал кнопку, она включена И поддерживает это состояние включенное При замыкании цепи на D-плюс подаются те же самые вольты, что подаются и на D-плюс Любое новое поддерживает все старое Значит Quick Charge 3 будет поддерживать Quick Charge 2 И Quick Charge 4 тоже будет поддерживать Quick Charge 2 Будем общаться на технологии Quick Charge 2 Паяем эти два резистора на ножке 12 кОм в моем случае На ножке 1,3 и 1,8 кОм на ножке 3,4 Вставляем в USB порт при состоянии разомкнутом D- при этом у нас не задействован На него ставится выключатель в выключенном состоянии Мы подсоединяемся в порт USB Quick Charge 2,3,4 Ждем минимум 1,25 секунд, можно больше А потом нажимаем кнопочку И получаем наши 12 вольт Простая схема, которая у меня получилась и работает Спасибо за просмотр, всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...